В это время, в котором мы живем, время обмана, когда то, что кажется правдой, вполне может оказаться лужью. В этом мире, в котором мы живем, в мире полном увлечений, Книга Аллаха остается светом, выводящим нас из мрака, будь то мрак духовный, экономический или политический, любая форма мрака. Книга Аллаха это свет, помогающий нам пройти через сложности и препятствия, встречающиеся на нашем пути. Пару недель назад начали появляться эти увлечения, в связи с выборами здесь, в Америке, с выборами в Бразилии, с выборами в США. Люди были полностью увлечены выборами, увлечены спортом, увлечены материальным миром. Слышится какой-то грохот, реальность гремит и приближается к нам все ближе и ближе, с каждым днем. Один из ведущих ученых и мыслителей западного мира, во время выборов, сделал смелое заявление. Это заявление соответствует тому, что мы изучали и понимали в течение последних нескольких лет. В заявлении говорилось, что впервые за всю историю человечество имеет возможность либо поддерживать организованную жизнь людей, либо разрушить ее. То есть мы организованно живем в городах. У нас есть мобильные телефоны, машины, мы летаем на самолетах, но мы буквально близки к тому, чтобы разрушить это. Люди говорят о выборах в своих странах. Кого я должен выбрать? Что происходит? Но кто из нас задумывается над тем, что человек держит в своих руках, в основном здесь, в Америке, 4000 активных ядерных боеголовок. 4000. Подумайте о бомбе, которую взорвали в Хиросиме, которая убила 80 тысяч человек в один миг, и в Нагасаки более 226 тысяч человек умерло через несколько дней. У нас 4000 активных боеголовок и от 10 до 15 тысяч готовых к активации. Одна ошибка, по которой, с одной стороны, она будет выпущена в другую, уничтожит всю нашу жизнь. Наша инфраструктура будет уничтожена. Наши аэропорты, наши телефоны, наши электросети, все будет уничтожено в ядерном холокосте. И это все в наших руках. Номер два. Глобальное потепление. Мы понимаем лучше то, какое потепление идет сейчас на севере. Некоторые говорят, что на севере Канады растет число белых медведей. Что в обществах инуитов, в нашей стране, белые медведи начали появляться вблизи людей так, как никогда. И что это должно означать рост числа медведей, но ученые говорят нет. Их число не растет. Лед на севере, где они обитают, тает. Поэтому они вынуждены спускаться к нам. Из-за этого разрушения атмосферы и потепления морей, вода поднимается, и мы теряем около 4,9 триллионов тонн льда. Каждый год они растворяются в воде. И это имеет и будет иметь сильное воздействие на наши прибрежные города. Ожидается не просто подъем воды, а наводнение. Также штормы, ураганы, как мы видим землетрясения и пожары, ужасные пожары, которые мы видим не только в других частях земли, но и у нас в Северной Америке. Самый страшный пожар в истории Калифорнии был недавно. Пожар, который долго не могли потушить. Он был настолько ужасен, что в одном городке десять тысяч домов было уничтожено. Людям приходилось вставать и сразу же выбегать. Огненная стена приближалась к ним. Знаете, как назывался городок? Парадайз. Мы не шутим над пострадавшими людьми, но Парадайз превратился в ад. Кто это сделал? Кто виноват в этом? 90 процентов пожаров в Калифорнии – дело людских рук. Это начинается с действий человека, затем подключается глобальное потепление с высокой температурой. После всех этих обстоятельств образуется самый ужасный пожар, который ты видел. Это совокупность действий человека и того, что происходит в самой атмосфере. Прямо перед нашими глазами происходят подобные вещи. Но до сих пор мы увлечены чем-то. Мы увлечены какими-то вещами. Мы увлечены чемпионатом мира, увлечены последним фильмом, увлечены какими-то материальными вещами вокруг нас. Аллах Субхана говорит нам в суре Аль-Анбия. Аллах говорит, все ближе и ближе к человечеству их отчет, пока они пребывают в забвении и отворачиваются. И когда к ним приходит новое напоминание, они отворачиваются и начинают играть. Когда приходит напоминание, они играют. Напоминание здесь, перед нами. Мы как разумная раса имеем возможность, мы имеем шанс. Книга Аллаха Субхана 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 Субхан Нечестие появилось на суше и в море из-за того, что совершили людские руки. И мы заставим их вкусить из того, что сделали они сами. Может быть, они вернутся на истинный путь. Мы заставим их вкусить это. И мы заставим их вкусить. И они зажгли эти огненные фейерверки. Дым стал настолько ужасным, что если быстро пройтись по улице, можно было вызвать ужасный кашель и заработать проблем с легкими. Поэтому всем велели остаться в домах. Это было одним из самых ужасных, если не самым ужасным, случаем дымового загрязнения на планете. Почему? Потому что людям захотелось веселья. Как человеческая раса мы находимся в критической точке. И как мусульмане мы находимся в критической точке. Как было сказано в аяте, мы заставим их вкусить из того, что они наделали, для того, чтобы они опомнились и вернулись. То есть это все для того, чтобы вернуть на истинный путь. А кто обладает руководством по этому пути? Оно у мусульман. Это значит, что на нас лежат непростые задачи. Хочу дать вам три ключевых пункта. Первое. Во всех этих сложностях, о которых мы слышим, которые мы видим, нам следует становиться ближе и ближе к Аллаху, Субхану Ва Та'Аля. Мы должны увеличивать наши благие деяния. Мы должны увеличивать смиренность в наших намазах. Увеличивать хасанат, раздачу милости небедным. Увеличивать благие деяния. Поминать Аллаха, Субхану Ва Та'Аля. Пророк Мухаммад, Саллаллаху Алию Ва Салям, после сражения Ухуд. Это было очень сложное сражение для них. Многие великие сподвижники погибли. В таком ужасном состоянии они вернулись в Медину. И пришла весть, что Абу Суфьян и Курайшиты собираются вместе под названием Хамр-Аль-Асад. Они должны были собраться в этом месте. Огромная толпа. Некоторых начал охватывать страх. Аллах, Субхану Ва Та'Аля, говорит в суре Аллю Имран, «Им сказали, народ собрался против вас в большом количестве, бойтесь же их, но это лишь приумножило их веру. И они сказали, нам достаточно Аллаха, и Он прекрасный покровитель. Поэтому, когда бы мы не чувствовали страх, когда бы Он нас не охватывал, «Хасбун Аллаху Ва Ни'мал Вакиль». Наша семья в страхе, «Хасбун Аллаху Ва Ни'мал Вакиль». Наша община в беде, «Хасбун Аллаху Ва Ни'мал Вакиль». Поминайте Аллаха, Субхану Ва Та'Аля. Страх приумножил их веру. И они сказали, «Аллах нам достаточен». Второе. Оперативное единство. Это значит, что мы, как люди верующие, как люди одной киблы, должны стереть все разногласия среди нас. Стереть национальные различия. Стереть даже научные разногласия. Стать как можно ближе к другим верующим. Сохранять солидарность с тем, кто поворачивается в сторону киблы, кто молится Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Многое лежит на наших плечах. Аллах самый милостивый и поможет нам в подобных трудных ситуациях. И третье. Эту религию, которую мы соблюдаем, хоть мало, мы должны оживлять. И давать исламские решения тем проблемам, с которыми сталкиваются люди. Будь то проблемы личные или социальные, у нас есть решение. И это путь пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Представьте день суда, и пророк, миром и благословения, сказал, «Представь, что ты находишься перед судом, если ты застанешь тот миг, когда начнется суд, и будешь держать в руках саженец, посади этот саженец». Представь судный день, посади этот саженец, потому что это наш долг. Наш долг – улучшать условия жизни. Поэтому даже в самых сложных обстоятельствах, «Хаспуналлаху аниумал вакиль» мы сажаем семена. Мы должны сеять семена в нашем молодом поколении, сеять их нашим примером в обществе. И даже если все эти люди пойдут по неправильному пути, мы должны сделать все, чтобы держаться истины. И мы должны просить Аллаха, субханава та'аля, дать нам силу в эти опасные времена и помочь нашим братьям и сестрам преодолеть трудности и помочь нам объединиться, вернуть наше лидерство, проходить сквозь трудности, которые перед нами. С этими мыслями я завершаю. Прошу Аллаха, субханава та'аля, проявить милость ко мне и к вам. Аминь. Аминь.